4 октября. Всемирный день защиты животных. Все мы знаем, что нужно защищать амурских тигров и исчезающих панд. Но нужно ли защищать животных, которые находятся вокруг нас? Или мы сами должны от них защищаться? Как вы думаете, нужно ли защищать животных? Обязательно. Они нуждаются в нашей защите. Несмотря какие, конечно. И дикие, в принципе, нуждаются, и домашние нуждаются. А от кого их нужно защищать и как? Ну, от воздействия человека, от воздействия на экологию надо защищать диких животных, потому что у них становится меньше лесов, меньше где им жить, питаться, орел обитания. А домашние животные тоже страдают, потому что люди их заводят, выбрасывают. Они бедненькие, по улицам ходят. Надо их защищать. Если вы о бездомных собаках, то их никак защищать не надо. Они загрызают детей. Я сама недавно столкнулась. Пять собак. Вот такие большие. Я вам не боюсь собак. С каждой собакой всегда разговариваю, если я иду. Но этих я испугалась. Ну, а я считаю, что лучше приют, конечно. Ну, я против того, чтобы бездомных животных отлавливали, затем усыпляли. Это негуманно, как я считаю. Лучше сдавать этих животных в приют и общество агитировать на то, чтобы они забирали этих животных из приюта. Соответственно, ходите в новые семьи, и животные перестают быть бездомными. Есть разные животные и разные люди. Для них есть разные категории. Есть хищники, а есть травоядные. И кто в какой группе находится, того и нужно защищать. Да всех, наверное, нужно защищать. И бездомных животных нужно защищать, заботиться о них. А как вы думаете, нужно ли защищать людей от животных? Вы знаете, смотря в какой ситуации, думаю, что да, обязательно. Возможно, если мы будем защищать животных, то нам самим и не придется от них защищаться. Берегите природу.